Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомимся с их автобиографией. Бонифачо Бембо. Итальянский живописец с эпохи Возрождения, периода Квартачента Ломбардской школы. Точная дата рождения Бонифачо неизвестна. Полагают, что он родился около 1420 года в семье кремонского живописца Джованни Бембо, когда тот пребывал в Бреши. Вероятно, он был старшим из четырех сыновей художника. В 1456-57 годах между художественной мастерской Бембо и дворцом Сфорца возникают непосредственно деловые взаимоотношения. Согласно сохранившимся документам, герцог пригласил братьев расписать зал в замке Пави. Я цитирую Википедию. В 1467 году художник совместно со скульптором Пантелеониде Марцолисом создал алтарь для главного собора в Кремоне. В 1473-м, вероятное выжидание начала работ герцогской капелли в миланском замке Сфорца, Бонифачо создал для них подготовительные рисунки. В 1474-м он получил миланское гражданство, был приглашен декорировать капеллу замка Сфорца совместно с Финченцем Фоппой и Джанетто Бугат. Исполнил фрески в церкви Санта-Мария де Караваджи, которые восхвалялись его современниками. Но сегодня они, к сожалению, утрачены. В 1477-м работал в капелле колледжа Кастильони в Пави, где вместе с Финченцем Фоппой и Джанетто Бугат и Константы де Ваприо написал фрески, которые сохранились и ныне отреставрированы. Дата кончины художника неизвестна, но это событие произошло до 1482 года. Несмотря на существующие свидетельства о творческой деятельности художника, среди них практически нет данных, позволяющих увязать их сохранившимися произведениями, за исключением одного случая – двух портретов герцога Милана и его супруги в капелла Кавалькаба. Это ставит исследователи его творчества в очень трудное положение, так как не позволяет определить ни иконографические схемы, ни типажи, которыми пользовался мастер. И поскольку многие работы исполнялись его мастерской, практически невозможно определить степень участия сотрудников этой мастерской и самого Бонифачи. В связи с этим атрибуции его произведения носят подчас гипотетический характер и не всеми приняты. К возвращению имени Бонифачи Бембо из небытия приложил руку известный итальянский историк искусства Роберто Лонги, который в работе, увлекованной в 1928 году, приписал кисти Бонифачи триптих, в центре которого было коронование Христа и Марии, ныне находится в городском музее Кремон. И двумя боковыми панелями служили встречи Акима и Анны и поклонения волхов. Обе находятся в музее искусства Деневы, США. Вот так вкратце из переводной википедии о итальянском живописце эпохи Возрождения, периода Квартачента, Ломбардской школы, Бонифачи Бембо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова